Девушки отдыхают И все благодаря кабине «Сумрак»! С каждым дуновением ветра, приносящим облегчение усталому путнику, в пустошах что-то меняется. Иногда радикально, иногда по чуть-чуть, а временами у нас появляется возможность по-новому посмотреть на привычные механики или давно обкатанное снаряжение. Сегодня мы говорим про последний случай, потому что герой этой рубрики — кабина «Сумрак». Вы когда-нибудь хотели попробовать самонаводящиеся ракеты в ближнем бою? Ну вот не от отчаяния, а прям так, специально. А? Нет? Разумно! Однако теперь с этим самым «Сумраком» это вполне возможно. Смотрите, на 30% больше урона, на 20% больше скорость — это отличный зачин для увесистых молниеносных ударов. Правда, взамен ракеты живут на 67% меньше, но это совсем не беда, если мы планируем заряжать целую пачку противнику прямо в лицо. Интересно? А-а-а! Есть два способа заполучить эту опасную красоту. Либо отдав за неё кровной на рынке, либо купив набор «Фантом». Машина, которую вы получаете с набором, уже готова к игре ракетами вплотную, но мы, разумеется, пойдём дальше. Заодно, возможно, подкинем идей тем, кто предпочитает строить с нуля. Максимально сохранив внешний вид автомобиля, ставим новый крепкий генератор, переносим боеприпасы подальше от центра машины и, самое главное, разносим ракетные установки на два фронта, каждый из которых ещё и прикрыт дополнительной бронёй. Очки мощи, конечно, возросли, зато получился более крепкий и более универсальный бронемобиль, на котором можно выходить на самую серьёзную охоту. А специальный запатентованный цвет чёрный на чёрном добавил машине брутальности. Как будто её было мало. То, что надо! Для успешного загона добычи у нас есть почти всё. Достаточно высокая скорость, чтобы настигнуть наши главные цели — ховеры. Уж больно весело они лопаются от прямого попадания. И огромный урон, обеспеченный не только силой взрыва ракет, но и точностью их наведения. Осталось дать только пару советов и поделиться парой весёлых трюков. Совет номер один. Не отстреливайте вы все ракеты одним залпом. Да, один мощный пуск может кого угодно отправить к праотцам, но враг точно так же может уничтожить всю пачку ракет одним удачным выстрелом из пушки. Или уйти в невидимость, или выпустить аргус. Ну, рисков много, поэтому лучше делать ставку на несколько залпов поменьше. Совет номер два. Не лезьте на рожон. Да, эта машина создана для манёвренного боя на ближней дистанции, но это не значит, что нам нужно бросаться в каждый бой без оглядки. Третий совет напрямую связан со вторым. Грамотно выбирайте цель, желательно одиночную. Это может быть как хлипкий ховер, так и хорошо вооружённый бокоход решать вам. Главное — делать это с холодной головой. Теперь трюки. Иногда ракеты с самонаведением бывает полезно выпустить и без захвата цели. Зачем? А в качестве активной противоракетной защиты вот зачем. Ждём почти до последнего и делаем свой залп. Готово. Спокойно дерёмся дальше. Второй трюк напрямую связан опять же с первым. Таким же образом можно метать ракеты и в невидимок. Например, вот так. На ближней дистанции, особенно если вы уже поднаторели в ракетном деле, это не составит особого труда. А как противники удивляются... Набрасывайтесь на врага, обрушивайте на него огненный шторм, и пустоши будут ваши. А теперь краткая рекламная пауза. Важное сообщение от организаторов гона. Трасса безумия не приводит к гарантированному слёту с катушек. Если вы хотите точно сойти с ума, воспользуйтесь аппаратурой «Детей рассвета». Это сообщение точно не является рекламой «Детей рассвета». Пальба, виск пил, запах напалма по утрам. Ну, если вдуматься, это всё-таки будни. Понимаете, рутина. Так насчёт того, чтобы побеждать вовсе без разрушений, а? Сегодня мы в рамках эксперимента попробуем собрать машину, нацеленную исключительно на поддержку союзников. Разумеется, безо всякого оружия. Крепко подумав, мы сконструировали платформу поддержки на основе кабины «Зов» с тремя барьерами «Девять», двигателем «Гепард» и защитным модулем «Аргус». Нам нужно будет очень резво реагировать на то, что происходит на поле боя, поэтому без быстрой ходовой никуда. Ставим бронемобиль на колёса, хорошенько обкладываем бронёй, вот так. В целом, концепция очень простая. Барьер «Девять» считается турелью, а значит, каждый поставленный барьер, как и выпущенный «Аргус», на время работы будет давать 10% к общей сопротивляемости машины к урону. Да, сами эти модули живут недолго, особенно под обстрелом, но у нас в козырях приличная скорость, и «Гепард» — он обеспечит постоянный приток новых турелей на поле боя. Отсюда вытекает наша основная тактика — разумное прикрытие. Выезжаем в бой, и вместо того, чтобы лететь на выгодные позиции для стрельбы, смотрим, куда направляются наши союзники. В соответствии с этим корректируем курс. Либо мчим со всеми вместе, либо прилипаем к тому, кто будет прикрывать важное направление. Как только завязалась активная перестрелка, кидаем щит. Да-да-да, прямо вот около союзника. Или, может, там чуть впереди него. Желательно размещать барьеры так быстро, как только можете. Дело в том, что турель не сразу начинает генерировать защитное поле. Вот. А опаздывать здесь нельзя. В это же время не стараемся размещать все турели сразу. В этом нет необходимости. Площадь покрытия у них достаточная, чтобы защищать двух-трех союзников одновременно. К тому же небольшое время жизни наших силовых полей диктует единственно верную тактику для долговременного прикрытия бойцов. Поставил щит, ставь второй ближе к окончанию действия первого. Благодаря ускоренному обновлению модулей с помощью двигателя Гепард мы можем легко укрывать ценных членов команды, почти не снижая темп их перемещения. И не забываем мы про Аргус. Видим дроны или ракеты — Аргус, вперед! Работает такой подход? Вполне! В то же время совершенно ясно, почему такую или схожую роль брать на себя готовы лишь единицы. Поскольку у нас нет оружия, мы оказываемся в совсем тяжелом положении, если вдруг остаемся одни. И это не говоря уж о том, что водитель такой платформы поддержки в целом сильно зависит от команды. Во-вторых, пустоши еще явно не готовы к приходу полных пацифистов. Очков за бой наша платформа получает самые крохи. Даже если мы заблокировали шесть, да хоть девять тысяч очков урона, героически прикрывая сокомандников грамотно расставленными щитами и собственным телом. Вывод такой. Эксперимент удался, но мы можем рекомендовать чистую машину поддержки только в том случае, если вам хочется чего-то кардинально нового. Ну или если вы далеко продвинулись на пути к просветлению. Первый вопрос от выжившего с позывным Ай-Сан. А когда дети рассвета в рейдах начнут обустраивать базы новыми технологиями? Ученые будто живут в контейнерах и работают на ржавой нефтевышке. Привет, Ай-Сан. На самом деле до сих пор у нас еще не было карт, которые были бы полноценными территориями детей рассвета. Поэтому о бытие этой фракции судить все-таки несколько преждевременно. Следите за обновлениями, все может измениться. Тем более, что многим выжившим нравятся ржавые нефтевышки. У меня вот была одна такая, да. Найди. Одно загляденье. Кирилл Губарев пишет. Уважаемые разработчики, пожалуйста, добавьте в кроссаут механику, по которой при вылетели выходе из игры во время боя игрока, его машина не взрывалась бы, а вместо этого за руль просто сажали бота. Здравствуй, Кирилл. Отдавать боту контроль над той же машиной, что была у игрока, ну, в принципе, это вполне реально. Обсудим в команде целесообразность такой фичи. Спасибо за предложение. Выживший с подозрительно знакомым именем Бейскара спрашивает. Собираетесь ли вы вводить особые и эпические кабины у мусорщиков, скитальцев и бешеных? Да или на крайний случай механиков? Ну, по крайней мере, сразу понятно, почему мусорщики первые в списке. Здрасте, господин коллекционер, здрасте. Пока таких планов нет, но они, само собой, вообще-то могут поменяться. Дальше вопрос от Бейкера. Как вы придумываете название для деталей? Понимаете, у каждой фракции и некоторых персонажей свой подход к названию деталей. Кому-то важнее всего точность обозначений, кому-то надо, чтобы имена внушали страх и трепет, а кто-то просто использует то, что видит вокруг. Да. Однако иногда в воспаленном постапокалипсисом сознании возникают и очень странные вещи. Да, это правда. И, наконец, самое серьезное сообщение от Hell Studio. Аниме-тематика в постапокалипсисе. Как вам такая идея, разработчики? Срочно переходим к крафту выпуска. Это, возможно, самая важная часть гаража. Мы выбираем машину с выставки, которая за последние две недели понравилась нам больше всех остальных. Сегодня у нас гость не из самой частой для этого сегмента категории. Просто очень эффективная машина. Встречайте Акеру, собранную мастером, которого зовут VJ3K05L4V. Этот странного вида ховер не какая-то колымага, а настоящий хищник, играючи, разрывающий в ближнем бою копейщиков и дробоводов. Чистая ярость, скользящая над землей. Спасибо за работу, мастер. На сегодня все. Пишите, что думаете, прямо под видео. Задавайте вопросы. А мы, когда кончатся барьеры, обязательно ответим на некоторые из этих вопросов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и удачи в пустошах! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и удачи в комментариях.